Готовить просмотру большого европейского футбола с помощью игры плей-офф юношеской лиги UEFA. Мы начинаем прямую трансляцию из столицы европейских клубов. Кстати, успешно вливались они и в основной состав каталонской команды. Уверены, сегодня нам будет на кого с интересом посмотреть, причем в состав. Барселона, естественно, имеет определенное преимущество, ведь она играет дома, на глазах своих болельщиков. Вновь заброс вперед, но здесь не наступление. Ну а молодые футболисты Барселоны демонстрируют, что они особо никуда не спешат, но в любой момент могут взорваться. Например, как сейчас, вызывать вот этот контравыбок. Сразу же пошла передача на ход. Здесь фратарь своевременно выходит, Гиога Мерелиш. Хочу отметить, что с элементами, скажем так, финтов Зидана, абсолютно как на пробке было сыграно классно, 3-0. Но все голы были забиты во втором тайме, то есть футболы достаточно долго сопротивлялись. Барселона в атаке, опасный момент. Когда мы увидим первый удар, прострел, удар, и он становится голевым, но чуть ранее. Детелем юношеской лиги УЕФА. Произошло это в четверделе. Вот только что была попытка прорваться через центр, используя стенку. Как, например, в последние минуты играют увереннее и увереннее. Вот крупным планом юно-корейский. Врушение, и можно было тут же игру остановить, потому что это был бы действительно очень опасный штрафной. Деньги. Вы скажете, а в чем тут Китай? Как это сейчас у него в руках? И из этого материала, знаете, как из пластилина он лепит. Ширину атаки используют каталонцы. Все время здесь на левом фланге готов поддержать атаки Марк Сассета. Третий номер. Что дальше? Дальше Лисунву. Удары за пределы штрафной. На месте Диога. Потеряют аплодисментами желание обострить ситуацию с помощью удара за пределы штрафной. Корейского футболиста Барселона. У него поехала нога, посмотрите. Поскользнулся опорно. Синтан. Ну, это Барселона. Это, понимаете, стиль, философия. И это не пас ради паса. Катают, катают. Выдергивают на себя соперника. Нанимается правильное решение. Кто-то забегает за спину с защитником и идет разрезающая передача. Возникает опасный момент. А здесь нарушение. Размялся. Мяч почувствовал. Это тоже важно для колкипера. Который пока выступает в большей степени, как играть порта. Многие были уверены, что мадридский атлетик выиграет у Зальцбурга. Барселону порту. Регламент. Сразу же бились пенальти. И Бенфика взяла вверх на фейс в эту пенальти. Только он, но его партнер. Коллективный отбор. Сразу два футболиста Барселоны накинулись на одного. И опять нарушение правил. Но только теперь нарушает правило Лисинву. Я хотел сказать, а вот здесь он перестарался во время этого прессинга. Вот момент за футболочку прихватил соперника. Это такой невысокого роста. Это миниатюрный десятый номер исполнителей, которым он может использовать как бы в целом, естественно. Попереды периодически пытаются что-то придумать впереди. Заработали несколько угловых, по крайней мере. Жестковато, может быть даже и грубовато в этом эпизоде сыграл Диого Кейрош. Барселона. Ну и давайте перерывом я расскажу вам о том, как играл Порто. Нарушение штрафной. Пока будет подготовка. Этот штрафной в очередной раз зарабатывает для своей команды Лисунву. Его ничло напротив Порто. Ничья 0-0. Вот этот молодой человек, я думаю, нам всем. Понимаю, у нас готовится у Барселоны замена. А крупным планом нам показывают, наверное, лучшего игрока в Сорудуно-Кошто. Один Сежуао Кордозо. Восьмой Моретто Касама. Капитан партнеру. Куда ему бежать? Оценивал ситуацию. Никто его не накрывал. Никто его не оказывал. Ни малейшего сопротивления. Это серьезная ошибка. Это ошибка не только защитников, которые не уследили за рывком штрафную брону Кошто. Но и ошибка Маркс Асета. Лисунву. Запустил. Но блокирует. Не пускает. Красавец. Замена. Игра закончилась для Лисунву. Он только что получил желтую камню. И, конечно, не по этой причине, прежде всего, его меняет. Главный.